Юные инженеры из Мурманска покоряют международные фестивали и олимпиады по робототехнике. Заполярные конструкторы из Центра детского творчества Лапландия привезли сразу две золотые медали. О том, как стать лучшим на Всемирной Олимпиаде роботов и заинтересовать школьников наукой, расскажут наши корреспонденты. Зенитка, самоходная установка «Катюша», танк Т-34, поющая стела и вечный огонь – все это проект Захара Олькина – полезные машины военных лет, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На российском этапе Всемирной Олимпиады роботов проект Захара представлял Мурманскую область. Из 22 команд юный конструктор вышел в пятерку лучших и завоевал золото. Повседневная жизнь человека окружает большое количество полезных машин, которые помогают ему перевозить грузы, строить дома, собирать урожай. Все эти изобретения приносят человечеству огромную пользу. Но мы хотим рассказать вам о полезных машинах суровых военных лет, которые помогли нам выжить, выстоять и победить врага Великой Отечественной войны. Важность и значимость этих машин нельзя переоценить. Захар ученик 4 класса. Ему 10 лет. Пять из них он занимается лего-конструированием в Центре детского творчества Лапландия. И как результат кубок и золотая медаль Всемирной Олимпиады роботов. Как признается научный руководитель проекта Лариса Николаевна, победить было непросто. Да, волнение было сильное. Очень серьезная была конкуренция. Очень серьезные были работы. Ну мы все выдержали, выстояли и достойно вернулись с победой. А это космический тренажер. Победитель Всероссийской Олимпиады школьников «Шаг в будущее». Его сконструировала Ольга Еродская. В этом году ее проект занял первое место на фестивале научно-технического творчества «Твинта», который проходил в Москве в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2015». Это тестирующее устройство по теме космос. Сначала задается пять вопросов. Если на все вопросы ответили правильно, то вы получаете сладкий приз. Далее идет посадка ракеты на планету. Ученик может выбрать планету сам и также описание изучить. А уже потом управление роботом-планетоходом. Оля уже три года конструирует роботов. В будущем мечтает стать космонавтом или пилотом. Поэтому тему для проекта долго искать не пришлось. Провели опрос и оказалось, что школьники очень мало знают о космосе. Далее мы сделали робот-планетоход. У нас было три модели и большое поле. А далее уже затем мы сделали переносное тестирующее устройство в виде чемоданчика. Просто хотели в космос. А это очень правильно для нас. И мы сейчас будем делать новую деятельность. Космический тренажер был создан для того, чтобы школьники разных возрастов смогли пополнить свои знания о космосе. Ольга сама провела опрос и выяснила, что ее ровесники очень мало знают о Вселенной. Проект оказался удачным. На Авиамаксе от желающих протестировать тренажер не было отбоя. Как выяснилось, это действительно удачная была идея, потому что дети подходили, дети интересовались. С целью получить сладкий рис многие из них подходили не по одному разу, а по два и по три. И в результате, я надеюсь, они какие-то знания дополнительные все-таки получили. Центр робототехники в Лапландии действует уже два года. На сегодняшний день заявления в кружок принесли 440 детей. Практически у каждого из них есть своя творческая работа. За год юные конструкторы участвуют в нескольких десятках фестивалей и конкурсов.